Девушки отдыхают Кемаль, послушай, ты неправильно понимаешь Я этого не хотел Очевидно, чего ты хочешь Прошлой ночью она была очень пьяна Ну, понимаешь, Хандан тебя нашла И потом попросила меня помощи, чтобы я тебя отвел в отель Ну, а я помог, вот и все И поэтому привел Бахар туда, да? Послушай, ты и так был никакущий И Хандан была рядом с тобой? Ну, я и вышел, ну Я не знал Бахар спросила по тебе И ты знал, что Хандан меня не оставит Поэтому привел Бахар, чтобы она нас увидела вдвоем Кемаль, пожалуйста, не нам такая уже Замолчите Бахар Правда, у меня не было таких намерений Здравствуйте, детишки Привет, сетя Сергея Добро пожаловать, мама А я пришел, чтобы пожелать выздоровления Кемалю Пожалуй, буду уже выходить У меня есть дела Удачи Мама, все нормально с тобой? Что-то случилось? Ну, во время взрыва на фабрике муж Сехер тоже был там Он тяжело ранен Не могу в это поверить Бахар Я пришла, мама? А Кемаль не пришел? Нет, он еще немного поработает Но есть новости, ответы Сехер Как и ее муж Я звонила, но она не ответила Наверное, не услышала А Кадырка, где она сейчас? С утра она была какая-то странная Она сказала, что не звоните и ушла Бахар Что у вас с Биратом происходит? То есть как? Когда я пришла в ваш магазин, что было с лицами вашими? Слушайте, вы оба столько дружили с ним Что между вами происходит? Да ничего, мама Ты неправильно поняла Бират расстроился из-за пожара на фабрике Поэтому немножко расстроился Ну ладно Я очень устала Я отдохну На моей кровати много всего лежит Я на твоей прилягу Нельзя Бахар Бахар Мама Что это? Это должен был быть сюрприз Мама, я не могу поверить тебе Бират С тех пор, как я пришла, ты ни слова не сказал Ты обижен на меня, что ли? Слушай, мы дети, что ли? Какая обида Послушай, то, что я сделала вечером Это была ошибка Я сглупила Прости меня Давай, пожалуйста, забудем это Я сегодня сходила к ним домой Чтоб принести соболезнования Кемаль тоже был там Даже в лицо мне не посмотрел Да ладно А чего ты ждала-то? Что значит, чего я ждала? Хватит, а? Чего все хотят от меня, а? Именно я, что ты себя ведешь всегда так, по-наглому Ты на чьей стороне? Да и на чьей стороне, девушка Я на своей стороне, понятно? Это мне надоели эти игры Ты сдаешься? Бират, не глупи Это твои игры, настоящая дурь, Хандан Бират Ты не можешь оставить меня на полпути? Мы с тобой партнеры И какое партнерство? Ты видишь, что ли? Мы все пытались, но ничего не меняется Ты не можешь отказаться сейчас, Бират Да я уже Давай Чего? Выгоняешь меня, что ли? Давай, Хандан, давай Слушай, говорю же, мама сейчас придет Чтобы она не видела тебя И так вопросы задают Давай, Хандан, я тоже буду выходить Ну, как я, мама? Баха, дорогая, выглядишь превосходно Мама Старая, да, но все же Ну, выглядит как новая Чего я старалась-то? Мама Здоровей, родственникам твоим Лучше ей быть не могло Дорогая моя Доченька Ягненочек мой Давай-ка еще раз покружись Ой, Баха, выглядишь превосходно Мне очень понравилось Дорогая моя Ягненочек мой Дай-ка посмотрю Божье наказание Аня, Аня! Аня, 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 Анях! Где-то понесло Субтитры делал DimaTorzok Дорогая, ты выглядишь превосходно. Тебе правда понравилось? Очень понравилось. Давай, заходи внутрь. Антан, я на конечную. Выходи. Бернат, вези меня отсюда, пожалуйста. Слушай, я работаю. Но мне плохо. Бернат, пожалуйста, поехали. Умоляю тебя, прошу. Слушай, не хочешь, ты меня не понимаешь, что ли? С тех пор, как ты мне за мою жизнь стал только хуже. Выйди, иди в свою дорогу, иначе все будет плохо. Я не хожу. Я знаю, как ты делал, вы седите. Антан! Господин Осман Понимаю, сейчас не время, но Сынок аж сюда пришел. Ты его отец, ты старше. Да и... Хантан тоже приняла то, что между ними... Слушай, я весь на нервах. Не буду еще с ним возиться. Хорошо, я вам перезвоню. Что говорят? Поговори немного на день, отец. Что происходит? Поскольку у раненых нету страховки, нам придется выплачивать много денег. Если человек умрет, нам конец. Что за безответственность? Как могли забыть-то про страховку? Я до сегодняшнего дня ни одного человека не нанимал без страховки. А я уже выгнал того, кто это допустил. А есть способ избавиться от страховки. Я встретился с адвокатом. Скорее всего, есть выход. Наверняка. Нам нужно спокойно решить этот вопрос, ферман. Если пресса узнает, что у нас работают люди без страховки, то нам настанет конец. Если человек умрет, то мы пригорим. Что случилось? Есть плохие новости? Нет. Да, изучаем по поводу страховки. К вечеру нам сообщат. Хорошо. Юлдис, я выхожу. Сначала домой, а потом в компанию. Юлдис, давай, ты тоже отправляйся, доченька. Ты в отчаянии все. Да и здесь тебе нечего делать. Затеря позвонила, и скоро будет. Давай, дорогая. Ладно. Я тоже пойду, когда к адвокату пойдешь, брат. Нет. Я разберусь, не волнуйся. Да, не надо, ферман разберется. Ладно, ладно. Ты отправь документ в больницу. Если его жена вот пишет, то она откажется от всех своих прав, так? Понимаю. А если он вред? Ладно. Ладно, хорошо. Мы с Джинейтом отправляемся в больницу увидеть его. Скажи, чтобы этот документ обязательно мне сдали. О ситуации со страховкой Джинейт знать не должен. Мы выходим? Да. А я пойду поговорю с работниками, может. Они что-то подозрительное видели. Да, иди поговори, ладно. А ты куда? Я в больницу отправляюсь. Может, могу поддержать жену этого человека? Не могу я здесь сидеть без дела. Добрый день, медсестра. Из городской больницы Палатлы привезли Махмуда Эли Махмуда. Он сейчас в палате с врачами, вы не можете его увидеть. Ладно, но кто-нибудь из родственников есть? Его жена здесь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Примите мои соболезнования. Спасибо, господин. Примите соболезнования. Спасибо. Я начальник вашего мужа, Осман Козан. Как состояние вашего мужа? Пойду посмотрю, кто его, доктор. Пойду посмотрю, кто его, доктор. Это мой муж. Опора нашего дома. Если с ним что-то случится, что я буду делать? Как я буду приглядывать за ребенком? Я очень беспомощна. Надеюсь, что ничего не случится. Доктор, этот больной выздоровеет. Вы живете так, чтобы он жил. Господин, мы делаем все, что можем. Я хочу даже больше, чем вы можете. А где главврач? Буду общаться с ним. Прошу. Я даже не знаю, как можно жить без него. Без него и я не смогу. Не говори так. У тебя есть дети, и ты должна быть сильной. Он очень хотел получить эту работу, и так давно он не работал. Мы были так счастливы, но в итоге не смогли насладиться. Не волнуйтесь. Мы рядом. Мы будем приглядывать за вами, пока Махмуд не выздоровеет. Спасибо, господин. Ну что вы, не надо, все нормально. А куда пошла моя мама? Она сейчас придет. Она пошла к папе? Папа тоже придет? Конечно, он придет. А как тебя зовут, Мелек? Мелек зовут? Спасибо вам. Я вас нагрузил. Господин, вам нужно подписать этот документ. Ради вашего же блага. Это документы, которые сохранят право вашего мужа. Я не разбираюсь. Можно сначала спрошу у знакомого, ладно? Хорошо. Но недолго, ладно? Мы ведь работаем ради вашего же блага. Ладно, Назире, выходи и решай все свои дела. У вас ведь есть ключи, как бы вы потом в дверях-то не остались. Ладно, ладно, у нас есть ключи, не волнуйся. Давай, хорошего дня. Наверное, вы проголодались. Купили вам поесть. Спасибо вам, пускай сивочный будет доволен вами. Приятного аппетита. Эй, Илюль, все нормально? Все нормально, я была в туалете. Я пойду в компанию. Идет? Или маму подвезу домой, а потом приду. Ладно. Госпожа Сехер, мы уходим. Это мой номер телефона. Можете позвонить, когда захотите. Большое спасибо, надеюсь, и вы с ней будете доволен. Ну что вы, мне не сложно. Пока, дорогая Милек. Пока. Понравилось? Угу. Пускай тогда будет твоя. Спасибо. Но она велико мне. Тогда ты храни до момента, пока ты не вырастешь и не станешь красавицей. Когда вырастешь, наденешь. Еще раз, примите мои соболезновения. Спасибо вам. Большие убытки козанов. По итогу взрывов на фабрике в полотлы козанов, один человек пострадал. Еще неизвестно, почему произошел взрыв. Что случилось? На фабрике взрыв произошел. Есть один раненый человек. Что происходит? Фабрика в полотлы. Не волнуйся, с Дженейтом и остальными членами семьи все нормально. Что за девушка такая, а? Ты все еще можешь расстраиваться из-за семьи, которая от тебя выдворила. Со мной и так обошлись не Дженей, ты или мама Зухра. Они меня просто любили. Не могу забыть их добро. Но они тебя забыли. Не оставили никаких следов, так? Не волнуйтесь, господин Тончик. Все, что вы сделали, мы сказали. Все без проблем привело к взрыву. Хорошо. Язык держи за замком, ладно? Пока, дядя Ихсан. Брат Ихсан пришел узнать, нужно ли что-нибудь. А, ну ладно. Фериде, я выхожу, и он и придет от Эш, примешь его, ладно? Я? Я его совсем не знаю, Тунч. Фериде. Ну вот и познакомишься с ним. Ты станешь его ассистенткой. Тебе нужно знать все по поводу работы. Поскорее должна научиться. Дорогая, тут нечему волноваться. Послушай, без моего ведома ничего не делай, ладно? Чтобы я не переживал. Давай, увидимся. Алло, слушаю. Сестра Назире. Привет. Это Фериде. Голубоглазая моя. Как ты, дорогая, где ты сейчас? Со мной все нормально, сестра. Я у подруги остаюсь. Слушай, как жители дома? Ужасные вещи произошли. Я услышала. Ой, не спрашивай, дорогая, не спрашивай. Слава Всевышнему, с ними все нормально. Ну а ты как? Госпожа Назире, можешь подняться наверх в комнату Джунейта? Ему нужно рубашку погладить. Госпожа Назире, я вам говорю. И госпожа Зухря, обезболивающее отнесите, ладно? Ладно, сейчас разберусь. Фериде, дорогая. Фериде. Кто знает, возможно, в свое время здесь и твои драгоценности были. Но теперь здесь браслеты и колье Эйлюль. Думаешь, что когда ты дашь этот Джунейт, это все наладится? Детка, говорю же, это большая игра. Один письмо, что ли, оправдаешь себя ты? Джунейт должен знать обо всем, что происходит, Тунч. И что будет, если он узнает? Там нет никакой бескинной информации. Это даже не доказательство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok